Привет всем, с вами ваша Сильва Патрифляй. Сегодня у меня такой летний день, летнее настроение и наконец-то лето вступило в свои права, буквально совсем недавно в Торонто. И кстати они отсчитывают лето очень поздно, не так как вы с 1 марта, нет. 1 марта у них еще зима, даже май чуть ли не зима, вот уже когда конец июня начинается лето. И вот этот парфюм как нельзя кстати подходит под это настроение. Я нанесла его буквально в тот день, когда делала клип про летние ароматы. Кстати у меня еще 2 вот ждут своего, своей публикации, не знаю когда я буду делать, потому что все время у меня идут клипы сзади графика, так сказать. Я насоздавала, насоздавала, плюс прошлогодние еще не публиковала, штук 20. И вот как бы я пытаюсь лавировать, плюс я ставлю английские, потому что мне обидно, что на английском канале там один просмотр, а ведь я все-таки готовлюсь. И тут хотя бы кто-то из англоговорящих меня увидит, потому что я из микроскопического такого блогера становлюсь как бы блогер, ну хотя бы какой-то хоть как-то на поверхность воды выходит. И они вот так меня находят, а потом приходят ко мне на английский канал. Так, ладно, значит вот что я нанесу. Это такой классный. Значит, peace, love and juicy couture. Мир, любовь и juicy couture. Набрызгалась, пошла. Потом чувствую, от кого-то так вкусно пахнет. Неужели от меня? Потому что я не помню этот аромат. Как бы забыла, задвинула на полку, и вот лето он ждал. Потом второе, если от кого-то вкусно пахнет, ну господи, неужели от меня? Ну это как бы не господи, неужели от меня? Просто вот такое впечатление, что это чужие духи, и у меня таких нет. Думаю, такого не может быть, никого рядом нету. Потом начинаю пронюхаться. Это же я была. И я и есть. И вот такой вот аромат. Он как метаморфоза. С одной стороны, такой колки мне казался, но такой вообще никакой. Я аж пожалела. Думаю, зачем я его купила? Всему свое время. Хочу еще и на руки набрызгать. Взяла, вытащила, потом опять затащила. Хочу опылиться, так опылиться. Вот теперь оно пошло. Класс. Пробегусь быстренько по нотам. Значит, и по композитору, так сказать, по самому автору. Это Родриго Флорес Ру. Из Знамкомова, что он создал, Бритни Спирс в Fantasy Hidden 2008. Потом он создал Чирути 81, такой в красном. Потом идет куча Дольче Габан. Таких, которые коллекционные. Всякий вид. Velvet Sublime, Velvet Wood и так далее. Потом для Доны Коран он создал как раз-таки вот этот Дона Коран Gold, который у меня есть. И куча чаев от Элизабет Орден. Все почти что. В общем, ну не все, конечно, но приличная часть. Например, вот этот вот, я даже не знаю, называется Green Tea Exotic. Экзотический 2009-го. Никогда в жизни здесь не продавали. Green Tea Summer 2005-го. Ну, я, наверное, пропустила. Wild Tea Rose 2019-го. Сейчас его, кстати, продают. Он с розовым таким подтоном. И идут всякие разные селебрити, типа Halle Berry. Потом идет Hap & Stun. Вот такого я вообще не знаю, близко. До нас не доходит. Видимо, в Европе намного больше выпуска. И намного больше интересных открытий, интересных итальянских парфюмов. Германских тех же. А у нас ничего нету. Вот если есть, то в таких микродозах у нишевиков что-то там появляется, и все. И куча у него создана для Джона Варватес. Его по-русски говорят Джон Варватес. Ну, все вот эти корзиночные духи, это его. И плюс Кейт Спейт. В общем, интересное кино. Очень интересный автор. Много он как бы заточен на свежачках. В нотах у нас смородина, красное яблоко, жасмин, магнолия, красный мак, жимола, слиповый цвет. В вазе мускус, почули, корень ириса. Ну, что я лично чувствую. Немножко смородины, немножко гиацинта, немножко красного мака. Всего немножко. Но это создаёт хорошее настроение. Вот так как бы немножко по чуть-чуть взяли, всего добавили, размешали, добавили пудру. И вот тебе на, хороший вариант. Что ещё я хотела сказать. Вот эту я помаду использовала, такую наглую, оранжевую. Вот когда бы, может быть, лет так и так в 19, меня заставили такую носить, я бы под расстрелом не надела. А сейчас, пожалуйста, на ура. Мне плевать. Ну, вот такое как бы баловство чисто. Почему? Почему нет? Нам что, нельзя баловаться, что ли? Вот мы балуемся. Класс. Так. Ещё ходила по магазинам, бродила. Там в Ланкоме куча всякой всячины. Я обычно всегда беру такие открытки и показываю, что из новинок. И там какая-то тушь и подарки. Для этого нужно купить кучу всяких там принадлежностей из Ланкома. Потом я ещё купила себе вот такую вот сумочку в свою коллекцию. Смотрите, какая она рифлёная. Такая прелесть. Сделана в Канаде, между прочим. Я клюнула на вот эту вот пряжечку. Вот это шифон или крепдершин. Мне кажется, какая-то довоенная сумка. Но такая классная, потому что я схватила. Так. И покажу вам Food and Drink. Написано Summer Issue. Значит, летний выпуск. Я уже сделала один летний выпуск ещё в мае. В конце мая. И вот до сих пор его не поставила. И уже пришла очередь этот поставить в онлайн. А у меня не хватает времени, потому что я ещё должна то, 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 третье, десятое опубликовать. И поэтому у меня как бы вот так. Просто посмотрим с вами вместе, что же летом любят канадцы пить и есть. Вот смотрите, какая прелесть. Клубничные, эти самые, гигантские тарты. Тарты – это вот как песочное печенье и внутрь наполнение. Все, кто живёт в Англии, знают, кто такая тарт. Вы, наверное, догадались. Если не догадались, посмотрите в словаре. Кстати, недавно пересматривала «Ноттинг-Хилл» с Хью Грантом и Джулией Робертс. И они там прикалывались на тему того, что, ну, она американка и как бы известная актриса. Приехала в Англию на съёмки и встречается с, типа, бедным Хью Грантом, который всего лишь работает в какой-то книжной лавке. И как у них там получился роман? Ну, такой фильм «Конфетка-сказка». То есть, как бы, типа, такой, конечно, можно придумать. Для 90-х он классный. То есть, это было выпущено, по-моему, в 99-м. А вот сейчас я его пересмотрела заново. Вот абсолютно другое впечатление. Но то, что меня, как бы, порадовало, что мода тех лет, она каким-то образом, он в какой-то прогрессии уже возвращается. Вот эта вот мода, её никак не передашь. Всё вот эти вот, как будто бы, вот как, помните, прозрачные платья, там топики такие сексуальные. И сверху там пиджачок или плащ. Вот это было само оно. Так, листаем. Вот эти всякие, вот эти напитки, это с водкой. И тут разные там, допустим, лайм, потом идёт там персик или ещё что-то там, морожка. Морожка, говорю, клюква. И тут вот, например, к какому-то бармену это кладезь информации. Я, наверное, не понимаю. Тут розе, просекло, вайт, ред. И вот такие картинки выписать себе, да, и потом подержать это у себя в баре, в домашнем. Так, буду листать выборочно. Что мне зацепит глаз? Вот это мне точно глаз зацепило. Вот какой кайф. Такой цвет прелестный. Sparkling water beverage. То есть это идёт немножко минералки или газовой и плюс водка. Я не знаю, кто-нибудь из вас такие покупают банки? Я? Нет, никогда. Но посмотреть приятно. Или вот такие вот коктейльчики. Вы думаете, я прям так распиваю эти коктейльчики каждый день? Нет. Но смотреть люблю. Такие всякие дегликатесики тоже я люблю. Но это не говорит о том, что я прям каждый день только сервелатом и питаюсь. Кстати, каждый день сервелат – это вредно. Хотя вкусно. Ха-ха-ха. Вот такие вина. Но как они их оформят? Там розочку поставят. Там немножко лимончика, немножко бабочки. И вот всё. Все дела. Какие цвета. Всякие там помидорчики. Вот кайфуйте, кайфуйте пока лето. Вы хотите, нюхайте эти помидоры везде, если вам есть шанс. Если нет, идите в магазин, нюхайте там свои помидоры. Покупайте. И делайте какие-то салаты. Не скучайте. Не сидите дома. Выходите, даже если вам грустно. Пошёл, вышел, пробежался по улице там. Сейчас я, кстати, побегу. На улице сейчас антикварный рынок. И мне сейчас срочно доделать и бежать. Потому что они закроются, и всё, я приду, как обычно, к шапочному разбору. Кстати, я заметила, что многим не нравится, когда я говорю, что мне некогда, что я вот там на лимите времени. Это действительно так. Я делаю вот действительно всё вот под завязку. Вы думаете, что я хвалюсь, какая я такая деловая, и мне некогда. Я вот там типа вам делаю, одолжение снимаю. Нет, не в этом контексте. То есть те, кто так понял, наверное, так ко мне и относятся. А те, кто понял ровно, в принципе, я это и сказала. То есть всё как есть. Смотрите, какой шашлык. Какая же. Какая прелесть. Ой, кстати, вегетарианский, что ли, шашлык. Ой, какая прелесть. Прелестная. Ну как вот такое не показать? Я извиняюсь, что я так показываю, но так хотелось похвастаться. Каким-то журнальчиком, да? Вот они все, рецептики пошли в крупном плане. Ой, какой прелесть. Шоколад там, значит, черника, ещё чего-то. Какой-то вымоченный в красном вине, наверное, персик. Но вы сами понимаете, сколько это времени уйдёт такое делать. Я очень такое всё люблю. Но я деловой человек, я не могу просто себе позволить взять и полдня убить на кухне. Я и так делаю всё, как бы, набегу на скаку и умудряюсь ещё что-то готовить. Между клипами, между загрузками, между уроками, да? То есть, как бы, я сплю уже, получается, меньше, чем положено. Хотя нет, я вру. Я сплю где-то 8-9 часов. А вы как спите? Потому что я встаю не так рано. Вот в чём дело. Я не ранняя пташка. Я night owl. То есть, ночной, как бы, филин или ночная сова, да? Но, с другой стороны, у меня жизнь заточена не на ночной жизни. И поэтому я, как бы, лавирую то, что самое трудное, я оставляю на 2 часа ночи, когда уже давным-давно все спят. То есть, когда я отвечаю там вам на вопросы или отвечаю на комменты, это вот когда, наконец-то, я добралась до компьютера, и никто там под рукой тебя не заставляет. Иди там, сделай нам то, или мы хотим это. В общем, в таком духе. Кайф. Упс. Ну, как я показывала? В общем, всё вроде как показала, рассказала. Сейчас лучше сбегаю на базар, посмотрю, что там, кое-какого товара, а потом приду и ещё что-нибудь сделаю. Так что, всем всего самого хорошего. С вами была Силва Баттефляй. Серебряная бабочка. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова